Книга «Открытым оком». Автор Игнатий Тихонович Лапкин. Восьмой том. Вопрос. 2120. Идолопоклонство крепко пустило корни в нашей жизни. На каком основании проводилось искоренение веры в ложных богов? Ответ. Ветхозаветный дух поборол евангельскую заданность на проповедь. Пошли путем насилия, а это возможно только с помощью царской власти. На этом все и строилось. Получить разрешение у императора, чтобы отобрать храмы, чтобы крушить идолов. И этим методом продолжают бороться с неугодными и по сей день. Отобрать храмы, монастыри, часовни. И этот высев был сделан по благословению церковных властей. И плоды растут и пожинаются ныне. Господь же Христос послал проповедовать, убеждать людей, чтобы Бог пропудил сердца людей, дал им веру. Слово «благовестие» в Библии сказано сто семь раз в помощь проповедникам. А разрушать идольские клубы, стадионы и дома культуры безбожников на это даже и нет намека. Но, однако, этим разрушением занимались в Греции, и с этого началось крещение Руси. Деяние, 5 глава, 42 стих. «И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». Деяние, 8-4. «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали в Слово». Деяние, 8-40. «А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию». Примеры из жития святых. Иулий, пресвитер, Иулиан, диакон, 21 июня. В то время среди пшеницы святой веры еще было много плевел и долопоклонческого заблуждения. Хотя Восток и Запад находились в то время уже во власти христианских царей, и благочестие всюду процветало, однако Еленское нечестие не было еще истаблено до конца. В особенности поселениям, где люди в неразумной слепоте еще держались древнего идолослужения. И вот сие два раба Христова, преисполненные ревностью по Боге, прибыли в Царьград благочестивому царю Феодосию-младшему и просили дать им его царскую грамоту, дабы им беспрепятственно можно было в греко-римской области уничтожать идолов, разорять и сжигать капища и посещать рощи, сады, насажденные в честь идолов, и взамен того созидать храмы Божии и распространять славу имени Иисуса Христа. Царь дал им на это разрешение, подтвержденное грамотою, в которой было присоединено повеление, чтобы везде по окрестностям и городам все правители епархии, области начальники, князья, различные сановники и городоначальники повиновались Иулию и Уильяну. Во всех делах и настроениях храмов Божьих доставляли им все потребное.